Дрифт на тонком льду в Мозере любитель экстремальных заездов утопил свою Ауди. Шесть дней поиска. Водолазы обнаружили тело подростка, которого искали в выпуте с 30 ноября. Малолетние распространители Дурмана. Милиция задержала подростков и нашла в их доме альфа-ПВП. Комиссии ПЧС проверяют потолочные системы после ЧП в Арена-Сити. Рабочая группа исследует безопасность всех мест массового пребывания людей. Рейд с экипажем ГАИ. Какие нарушения допускают водитель и как реагируют инспекторы? Если бы не помощь железнодорожников, возгорание на линии сноса не потушили бы так быстро. Новые подробности большого пожара в Гомеле. О том, как ведется контроль над соблюдением требований противопожарной безопасности на предприятиях, поговорим с экспертом. А также почта в доме, взрыв моста колониальной эпохи и сумасшедшее селфи в рубрике «Я очевидец». Не переключайтесь, впереди самое интересное. Начнем с обзора криминальных событий и происшествий за неделю. По Цветлогорскому в результате ДТП перевернулся автомобиль департамента охраны. Сотрудники не пострадали, но небольшое телесное повреждение получила их служебная собака. Машина легла колесами вверх после проезда переклестка, где, выезжая на главную дорогу, ее зацепил автомобиль БМВ. Обстоятельства ДТП выясняются. Суд Центрального района Гомеля приступил к рассмотрению уголовного отдела в отношении 41-летнего гомельчанина, который вымогал деньги, представляясь бывшим членом банды Морозова. В августе этого года уроженец Пинска обратился к обвиняемому за помощью по возврату долгов в 5000 долларов. Тот рассказал доложнику, кем он был в прошлом и угрожал физическим насилием ему и его родственникам. Дрифт на тонком льду показал водитель из Мозыря и утопил в озере свою Аудием. К счастью, сам остался жив. Парень, жаждущий экстрима, отправился кататься на машине по слабо заледеневшему водоему. Свою молодецкую удаль он попросил запечатлеть знакомую, оставшуюся на берегу. Возможно, зимний дрифт сорвал бы много лайков в соцсетях, но что-то пошло не по плану. Автомобиль ушел под лед. Предположительно неосторожное обращение с огнем при курении послужило причиной пожара дачного дома в поселке Ильич Гомельского района, на котором погибли мать и сын. По прибытии к месту вызова первых подразделений МЧС происходило открытое горение практически всех строений на участке дома, сарая и гаража. Мужчина являлся безработным, женщина – пенсионеркой. Совместная операция сотрудников милиции из Гомеля и Мозыря позволила задержать двух несовершеннолетних наркодилеров. 17-летний парень и 16-летняя девушка работали на один из интернет-магазинов по распространению психотропов путем закладок. Во время задержания у них находилось более одного грамма наркотического вещества альфа-ПВП. В деревне Рандовка Гомельского района огорело здание частного предприятия. По прибытии на место сотрудников МЧС кровля была полностью охвачена пламенем. В производственном здании осуществлялись работы по деревообработке и производству гранитных памятников. В результате пожара уничтожено кровля и имущество одного из цехов. Пострадавших нет. Еще до приезда спасателей работники самостоятельно покинули место работы. Причина возгорания устанавливается. Одна из версий. Нарушение правил монтажа и устройства электросети и электрооборудования. В Добруше водолазы-освода сумели обнаружить тело утонувшего ребенка. Условия были крайне сложными. Поиски велись пять суток. На шестые мальчика удалось найти. Это произошло в 200 метрах от места утопления ребенка. Водолазы прочесали акваторию реки Ипуть на расстоянии в километр. При повторных погружениях тело 14-летнего подростка и было обнаружено. Поискам мешали сложные условия при погружениях. И шуга, наполнившая толщу воды от 1 до ледяной корки. Видимость улучшилась с наступлением плюсовых температур. На место обнаружения мальчика выезжала следственно-оперативная группа. Напомним, ребенок утонул в реке, провалившись на тонком льду вместе с братом. Тот смог выбраться и позвать на помощь отца, но им не хватило времени. Комиссия по чрезвычайным ситуациям проверяет торговые центры и объекты массового пребывания людей на предмет безопасности подвесных потолочных систем. Соответствующее поручение подписано САВМИНом. На местах рабочие группы уже приступили к обследованию. Первым объектом проверки в областном центре стал торгово-развлекательный центр «Мандарин». Уже с первых минут обследование выяснилось, что в потолочных системах имеются мелкие недочеты. Этот торговый центр первый в области из 20 объектов массового пребывания людей, которые собирается осмотреть комиссия. На устранение всех предписаний владельцам будет дан один месяц. В центре Гомеля спасатели тушили пожар в подвале жилого дома. Как сообщает пресс-служба МЧС, загорелись легко воспламеняемые материалы, предположительно фрагменты ткани и одежды. На месте ЧП работали несколько пожарных машин, дежурила служба газа и автомобиль скорой медицинской помощи. Пожарные спустились в подвал в газодымозащитных костюмах и с кислородными баллонами. Эвакуация жильцов не проводилась, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. В Светлогорске следователи выясняют причины гибели 4-летнего ребенка. Мальчик выпал из окна 6-го этажа и скончался в больнице. ЧП произошло 3 декабря. За ребенком присматривала бабушка. В этот день она отвела малыша к его тете. Мальчика нашли прохожие у многоэтажки. Почему произошел несчастный случай, сейчас пытаются ответить правоохранительные органы. За жизнь юного пациента врачи боролись в сутки. Безопасность граждан на улицах города – приоритетная задача правоохранителей. Для стабилизации обстановки милиция систематически проводит масштабные акции, направленные на своевременное предупреждение правонарушений и преступлений. По статистике, наибольшее количество происшествий и дорожных аварий регистрируется вечером в пятницу, а также в выходные и праздничные дни. Чтобы оценить, насколько безопасно передвижение по дорогам пятничным вечером, наша съемочная группа отправилась в рейд с экипажем ГАИ. Зона патрулирования служебной машины – Советский район. Уже с первых минут от дежурного поступает сообщение, что коллеги из патрульно-постовой службы задержали трех мужчин. Несмотря на то, что пешеходный переход был в зоне видимости, эти люди, подвергая и себя, и водителей опасности, перешли улицу в неположенном месте. Александр Сергеевич, нарушениям согласны? В течение 30 дней штраф сможете оплатить самостоятельно в отделении банка? Оформив протоколы на нарушителей, экипаж направился в район ледовой площадки, улицы Косарева. Там инспекторы заметили автомобиль без света фар и габаритных огней. Водитель пояснил, что просто забыл их выключить. Здравствуйте, инспектор Патрульно, ДПС, лейтенант Кмель, будь с вами добрые документы ваши. Еще фары забывайте включать. Я только что вы его из магазина, с вводок, я тот, кто его увидел. Но внешнее спокойствие и уверенность не спасли водителя. Инспектор проверил все документы и через минуту молодой человек уже отвечал на неудобные вопросы. Иван Иванович, почему тихосмотр не проходите? Ну, не стоит пройти, что ли? Не стоит ли пройти? В течение года привлекались ранее. Штраф будет ставить одна базовая величина, 24 рубля 50 копеек. Отсутствие отметки о прохождении тихосмотра довольно частое правонарушение. Выполнять это требование, обусловленное уплатой дорожного сбора, не хотят ни владельцы иномарок, ни водители стареньких «Жигулей». С июля 2020 года транспортный налог не будет привязан к тихосмотру. По новой схеме белорусские водители будут его уплачивать через ЕРИП. Причем сделать это можно будет в несколько этапов на срок от одного месяца. Такое нововведение существенно упростит жизнь тем, кто не ездит на авто круглый год. Но вернемся к рейду. Вскоре на глаза инспекторов попалась женщина, переходившая дорогу на красный свет. Это мне вообще-то не свойственно. Есть документы у вас с собой? Есть документы, заплачу вам сразу штраф. Продолжив патрулирование района, на перекрестке улиц Владимирова-Барыкина догоняем старенькую «девятку», которую на сцепке буксируют в сторону завода пусковых двигателей. Визуально все требования правил при таких случаях были, в общем-то, соблюдены. Но инспекторы все же решили проверить водителей. 70-10, право принимаем, останавливаемся. Снимались? Не могу. Где? А куда едешь? Врукоши? Где ваше водительское удостоверение? А? Вообще нету? А чего? За что? Я понял вас. Профессиональное чутье опять не изменило сотрудникам госавтоинспекции. За рулем иномарки находился бесправник. В августе лишенный прав на 4,5 года за оставление места ДТП, совершенного им в состоянии алкогольного опьянения. У его друга, сидевшего за рулем «Жигулей», также прав не оказалось. Как посели за руль, не имея права вообще? Меня попросили тут ехать 2 минуты. Ну, тут вы водитель где-то учились? Ну, да, в автошколе. А право чего получили? Ну, потому что для автошколы поздно не было времени сдать, потом пришел, уже не получалось сдать, и все. Вы понимаете, что здесь мы представляли управление? Не, я понимаю. Получается, на две машины не было ни одного водителя с правом управления. К тому же еще предстоит выяснить, знали ли владельцы автомобилей, что передают ключи от авто бесправникам. Вячеслав Сергеевич, значит, отношение вас составлено в постановлении по статье 18.19.1. Штраф составляет 122 рубля 50 копеек. В течение 30 дней оплатите самостоятельно. В случае неоплаты 30 дней сумма штрафа для базы будет увеличена. Через 2-3 дня будет в базе. Значит, ищите водителя, который прибудет забрать ваши автомобили. Знакомые вскоре приехали, у них инспекторы проверили документы, после чего автомобили продолжили движение. Смена в среднем выявляется от 1 до 10 техосмотров. Даже 2-3 пешехода бывает, смену нарушают. Ну, бесправные водители, как сегодня вот были, например. И также выезжаем на оформление дорожно-транспортных пришествий, которые в нашем городе немалое количество происходят. По сведениям областной госавтоинспекции, всего в этот день в регионе всеми нарядами ГАИ было выявлено 980 нарушений правил дорожного движения, половина из которых пришлась на областной центр. Температура в тысячи градусов и высота пламени свыше 10 метров. Таким запомнился пожар в Гомеле на территории частного предприятия, где на прошлой неделе горели древесные отходы. Спасателям пришлось задействовать большое количество техники и более 14 часов фактически заливать территорию. Как утверждают огнеборцы, финал истории мог быть хуже, если бы не помощь железнодорожников. Наша съемочная группа попыталась восстановить события тех дней и побывала на том самом пожарном поезде, который подоспел так вовремя. Чем закончится вызов, на который спешили в тот день спасатели, никто не подозревал. Только примчавшись на место, станет известно, что площадь пожара более 500 квадратных метров. Подполковник МЧС Павел Канончик вспоминает, что высота пламени была почти с пятиэтажку, и подобраться к очагу возгорания оказалось сложной задачей. Дело в том, что там горели, скажем так, смешанные отходы, которые произведены были в результате сноса строения вот на улице Барыкина, на улице Докутовича. И там, кроме, собственно, древесных отходов, могло быть все, что угодно. И вот это вот все, что угодно давало такую температуру, что вплоть до того, что вы видите, наверное, да, что вот и забрало у нас, как бы, помутнело. Не выдерживали и другие элементы спецодежды. Например, плавилась боевка. И это при том, что выливались тонны воды, которой, к слову, скоро стало остро не хватать. Вода, стекая по бревнам, почти не доходила до очага. На объекте было два водоема. Один из них мы использовали полностью, то есть до дна. Второй использовали где-то процентов на 70. А вот эти 30 процентов мы использовать не могли. Почему? Потому что зеркало воды опустилось настолько низко, что наши машины и мотопомпы чисто физически уже, исходя из своих технических характеристик, не могли забрать вот эту воду. Осложняли и без того непростую ситуацию горы битумных отходов. Они лежали в трех метрах от пожара. По словам спасателей, не было противопожарных разрывов, и огонь легко мог перейти на складированный битум. В этом случае густой дым накрыл бы весь город. Поэтому в тот момент главной задачей стало не допустить распространение пожара. Спасло ситуацию то, что на территорию предприятия заходила железнодорожная ветка. Было принято решение это использовать. Последним доводом в тушении пожара стало прибытие вот этого поезда. К тому моменту в машинах спасателей уже практически не было воды. А здесь лишь в одной цистерне 65 тонн. А таких в составе две. Таким образом спасатели получили столь необходимую помощь. Через эти мотопомпы, правда уже старенькие, МП-1600, подали два лафетных ствола на защиту еще не горящего штабеля. Вторую цистерну мы отдали для подпитки пожарных машин министерству по чрезвычайным ситуациям. Отстоять плавящейся к тому моменту горы Битума удалось. Казалось бы, прибытие поезда должно было решить и все остальные проблемы. Однако в тот момент спасатели расходовали лишь за одну секунду суммарно 100-150 литров воды. То есть цистерны опустили за 20 минут. А трудностей меньше не стало. Где-то на районе в 2-3 часов ночи началось резкое падение температуры. Где-то до минус 10 градусов. Известно из закона физики, что вода в это время начинает резко превращаться в лед. И соответственно нам нужно было подавать воду непрерывно. Как только мы где-то по каким-то причинам, передислокацию, перегруппировку, прекращали подачу воды, соответственно пожарные рукава замерзали моментально. Это, к слову, значит, что вода должна была поступать постоянно. Однако брать ее было попросту неоткуда. И в тот момент снова свое веское слово сказал пожарный поезд. Он успел заправить цистерны и прийти на выручку. Общими усилиями пожар был потушен. И сейчас о событиях тех дней напоминают лишь застывшие капли битума на касках спасателей. Алексей Немкевич, Павел Антонов, Сергей Лукашук. Специально для программы «Дефакто». Крупные пожары – это не редкость для больших городов и промышленных регионов. Другое дело, каков итог таких чрезвычайных ситуаций. После взрыва на фабрике «Пинск-Древ» произошло 8 лет. Там был большой пожар. Тогда под обломками бетонных плит, словно в ловушке, оказались люди. В Гомельской области только за последний месяц случилось два пожара на территории предприятий. О нарушениях, которые допускают собственники и профилактической работе, поговорим сегодня с начальником отдела надзора и профилактики Гомельского областного управления МЧС Дмитрием Галкиным. Дмитрий Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Дмитрий Алексеевич, какие самые распространенные виды нарушений в области противопожарной безопасности на предприятиях Гомельской области? Ну, самые распространенные нарушения, я бы обратился к статистике. Сегодня статистика говорит о том, что причинами пожара на таких предприятиях является, это первое, нарушение права эксплуатации электросетей и электроустановок. Вторая причина здесь идет неосторожное обращение с огнем, занос постороннего источника зажигания, в том числе и поджог. И третья причина – это неосторожное обращение с огнем. Что говорит статистика? Статистика говорит о том, что на предприятиях области на сегодняшний день у нас произошло 11 пожаров. Наблюдается снижение, минус один пожар по сравнению с прошлым годом. В течение этого месяца у нас произошло на таких предприятиях два пожара. Но ежегодно мы наблюдаем, это порядка 10-12 пожаров, и это имеет место в области такие происшествия. Какие нарушения требований противопожарной безопасности чаще всего приводят к возгораниям на предприятиях и складских помещениях? В ходе проведения мониторингов мы выявляем нарушения, которые чаще всего допускаются руководителям, в том числе и должностными лицами предприятий. Это несоблюдение элементарных требований пожарной безопасности, то есть загромождение путей эвакуации, нарушение технологических процессов, использование нестандартного оборудования, использование оборудования, которое подлежит ремонту и так далее. То есть те вопросы, те мероприятия, которые не требуют значительных финансовых вложений в решение данных проблем безопасности предприятия. Каким образом ведется мониторинг вот этой ситуации? Органами государственного пожарного надзора уделяется данным предприятиям значительное время. И мы в связи с взрывом, который был на Могилев-Древе, мы провели ряд мониторингов таких предприятий, которые в своем составе имеют взрыво-пожароопасные объекты, объекты деревообработки. Сегодня я хочу сказать, что мониторинг показал, что это одна из форм контроля, что действительно имеют место нарушения, о которых я сегодня говорил. И более 60% таких предприятий, а мы обследовали, промониторили их порядка около 800 предприятий, имеют место на таких предприятиях к нарушению. Это 80%, как я уже говорил. Вы говорили, что около 10 пожаров за этот год на территории Гомельской области. Погибшие и пострадавшие имеются? Погибших и пострадавших в результате пожаров нет. Скажите, все-таки это нарушение руководителей непосредственно, либо тех должностных лиц, которые ответственны за противопожарную безопасность на территории этих предприятий? По моему личному мнению, это общая ответственность, в том числе, в первую очередь, это руководители, которые должны построить систему контроля за обеспечение пожарной безопасности. Ну и, соответственно, во вторую очередь, это непосредственно тех должностных лиц, которые отвечают на своих веренных участках, закрепленных участков, за обеспечение безопасности на своем производстве. Как часто такие банальные вещи, как непогашенная сигарета, брошенный окурок, могут способствовать таким возгораниям? Да, такие причины тоже имеют место. Все-таки это трудовая дисциплина, и здесь нужно понимать о том, что банальные эти вещи, как вы сказали, непогашенная сигарета, имеют место и имеют место быть такие факты. Какова сегодня ответственность за нарушение правил противопожарной безопасности на территории предприятий и компаний? Сегодня существует три вида ответственности. Первая – это административная ответственность, уголовная ответственность. Это та ответственность, когда происходит пожар в случае невыполнения требований пожарной безопасности, и дисциплинарная ответственность – декрет номер 5 президента Республики Беларусь. Кроме нормативных требований, которые сегодня предъявляются к собственникам, есть еще и профилактическая работа сотрудников органов внутренних дел и МЧС. Как вы проводите эту работу на местах? Сегодня, как я уже говорил, нами проводится комплекс мероприятий, который направлен в первую очередь на предупредительный, носит предупредительный характер путем проведения мониторингов данных предприятий. Мы сегодня выстраиваем позицию таким образом, что идем к руководителю, находим контакт с ним, говорим о том, что сегодня на вашем предприятии есть нарушение, которое вы обязаны устранить путем проведения другой профилактической работы, встречи в трудовых коллективах с работниками предприятий. Мы говорим об основных причинах возникновения пожаров, то есть те вопросы, которые имеют место и могут иметь место на данном предприятии, но путем в том числе и внесения рекомендаций руководителю для устранения данных нарушений. Каков срок дается сотрудникам МЧС на устранение, скажем, неполадок, несоответствий требованиям? Срок может быть различен, но он устанавливается в зависимости от того или другого вида нарушения, то есть если это требуется финансовое вложение, скажем, небольшое или более крупное, то он варьируется от того, насколько мы в какой срок это можем сделать, реализовать. Еще зависит, конечно же, от платежеспособности. Совершенно верно, да. Дмитрий Алексеевич, большое вам спасибо за конструктивный разговор. Спасибо, Александр. Далее по эфиру рубрика «Я очевидец». Подборка происшествий и интересного видео, снятого людьми со всего мира. На Филиппинах водитель пассажирского автобуса слишком быстро вошел в поворот, из-за чего машина стала неуправляемой и съехала во враг. Травмы получили 25 пассажиров, среди которых и дети. Многие из них стали кричать, когда автобус съехал с дороги. Но никто серьезно не пострадал. Водитель сейчас объясняется перед полицией. В США грузовик неудачно объехал автомобиль. Впереди образовался затор, и водитель свернул на обочину. Там он заехал на склон и в итоге эффектно опрокинулся, зацепив при этом фуру. Груз оказался на дороге. Водитель испытал шок, но обошлось без травм. Почта с доставкой на дом. Житель этого американского коттеджа не заказывал корреспонденцию, но она оказалась в его доме вместе с грузовиком почтовой службы. На перекрестке фургон ударила легковушка, и тот прям мягком поехал на дом американца. Машина пробила стену и только по счастливой случайности не зацепила людей. В Лос-Анджелесе прохожий толкнул неприятеля прямо под колеса грузовика. На кадрах видно, что мужчина в капюшоне сидит на уличной скамейке, а затем резко поднимается и толкает пешехода на проезжую часть, как раз прямо под грузовик. Судя по реакции, хулиган этого не ожидал и, сунув руки в карманы, поспешил скрыться с места происшествия. У пострадавшего переломаны кости и случился разрыв легкого. Обидчика мужчиной разыскивает полиция. Хотели послушать музыкантов, но на сцену вышел артист-разрушитель. В Мексике внезапный смерч отменил концерт под открытым небом, а если точнее, то устроил свое уж точно более зрелищное представление. Вихрь, который появился буквально ниоткуда, втягивал в воронку зрительские стулья, столы и оборудование сцены. Верующие в духов. Мексиканцы прозвали это проделками нечисти. Смерч никого не тронул, но собрал аудиторию не меньшей той, что должна была прийти на концерт. Одним словом, эффектно зарисовался. А вот так выглядит с воздуха Сартакская яма, недавно обнаруженная пещера в Канаде. Эта пропасть в скале считается одной из самых больших в мире. Ее глубина 133 метра. В 2020 году ученые-спелеологи собираются изучить пещеру досконально. А пока ее происхождение и рельеф оставляют много загадок. Во Флориде пострадал полицейский, который на трассе вел расследование ДТП. Он брал показания у одного из участников аварии как раз в тот момент, когда неуправляемую легковушку понесло прямо на них. Коп успел предупредить собеседника, тот чудом увернулся, ну а сам полицмен получил серьезные травмы и был госпитализирован. Эти кадры чем-то напоминают предыдущие, только пешеход отделался лишь ссадинами, хотя и прокатился на капоте иномарки несколько десятков метров. На тротуаре его сбила легковушка. Парень заметил ее в последний момент и побежал не в ту сторону. Скатился с капота он уже у противоположной обочины, однако сразу смог подняться на ноги. В Индии взорвали мост британской колониальной эпохи. Зрелище получилось впечатляющим. Бетонная часть рухнула в реку, а облако пыли зависло в воздухе, медленно рассеиваясь над руслом. Движение по этому мосту власти запретили год назад, а реконструкцию решили не проводить. Дешевле оказалось его снести и построить новый. Сногсшибательный фотосет на теннисном столе. Эти девушки в халатах показали, как надо делать селфи. Сначала на стол легла одна из красавиц, но после в поисках лучшего ракурса к ней присоединилась другая. Девушки активно позировали, чего и не смог выдержать обычный теннисный стол. Он сложился пополам, как книжка, придавив второй столешницей очаровательных папарацци. Судя по кадрам, досталось прилично. Неизвестно, вышли ли снимки, но то, что селфи получилось незабываемым, это точно. Такими событиями запомнилась уходящая неделя нашим корреспондентам. На сегодня все. Увидимся в это же время ровно через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова